Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии за Англию в 7R's Civilization 6 Gathering Storm в режиме случайных дерево технологий и социальных политик. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Безобидный развед. Моя колера решила тебя встретить. С спостерками объять. Ну что, надо еще тут посмотреть, что есть. Карточку на кавалерийские юниты. А вот оборонительные здания плюс 100 тоже для стен. Ну просто там начал строить стены в Бирмингеме, например. Так. Краген там сделок. Блин, наверное, к скифу получается. А получается товар, который получает, если мы при сделке на 30 ходов только передаете, да? Или навсегда уже? Если я кому-то шелк отдал, сами на что-то. На 30 ходов. О, значит, еще 5. А где контрафокс? По итогу приходится, по-моему, почти все технологии открывать. Это да, это очень немного раздражает, но что с этим поделаешь? О, раз застремили. Я до сих пор свой юнит особенно не открыл, потому что это какой-то... Вот просто он... В конце, в среднем возрождении просто... В среднем вековье. Или возрождение уже. Вот, нет, я говорю, просто мой юнит, он находится... Блин, я вот это не поменял. В конце средневековья. Ну. В конце средневековья у меня все изучены, я не... У меня нет моего особенного юнита. Ну, квадрилемы надо еще... Ну, мне начало всадников сделать. А, это возрождение. Потому что иначе я вот с этими варварами не разберусь, и с этими... У меня надо, кстати, парочку всадников. Наверное, даже в Лондоне поставлю в очередь после... После рабочего тоже всадника. Поскочу сюда с этим. Тут явно их накопилось несколько. Кстати, мне бы, наверное, лучником туда скорее плыть. Как красивая пирамида. Слушай, мистер дядя, я что, выгоднее караваны крему посылать, а не ко мне? Ну, одинаково, что к тебе, что к нему. У нас же морские города, у нас явно должно больше просто давать. Ага, у меня караван плавает в Рим через твой город. И у меня был один караван. Люкс. Я еще маяки не построил. Я тебя тоже буду отправлять. Ты как? Ты откатал, сейчас он у меня ускорит свой, ладно? Походим. Хорошо. Может высадиться? Я же, тебе открыли союзы. Нет, еще. Скоро, уже скоро будут. Ой, я даже по науке чуть-чуть, ой, по культуре вышел вперед. Как это есть? Слушай, я тоже посмотрел на культуру, у меня как-то ее подозрительно немного. Просто нужно пинг-гал узнать, куда ставить все. Не, у меня за счет, у меня бонус, значит, работает цивилизация. Незапно. Мне подозрительно много. Пирамиды крутят по словам. У меня плимат вообще говняный город получился в итоге. Не знаю. Где науку брать? Наверное, кампус тут надо ставить. Да, я тут, в принципе, кстати, успею город поставить, и поэтому можно... Ну, по идее, не должны мне убить. Хотя посмотрим, сейчас прибежит такой вот этот всадник и убьет, блин. Куда-то ж поскакал туда. Если он тут стоит, то вполне может убить. Блин, охренеть, да. Вот я дебил, блин. Придется скакать теперь туда. Отправил деликаву эту дружбу. Блин. Еще немного всадников. Видимо, кругосветку здесь почти невозможно сделать, да? Возможно, почему? Ну, герогены, это американец. Так что, будем коим-нибудь союз брать? Ну, у меня сейчас крованов нету, но, в принципе, да, можно. Так, где массовое производство у нас? Это мне нужно для верфи, блин, далеко. Картография далеко. Образование. Да, тут фигня полная. Ну, я бы здесь оставил мечника, потому что тут могут появляться варвары периодически и просто заниматься этим. Так, тут нам точно нужен рабочий. 180. Накопим, купим и сахар надо будет обработать. Может, одну еще тяжелую колесницу лучше вместо всадника, чтобы в рыцарей сразу лапнуть. Так, а феодализм у нас где? Фиг знает. То есть, я бы, на самом деле, давайте я один ход образования и потом три хода откроем как раз и апну тяжелую колесницу во всадниках. Блин, это не очень удачно. Как-то тот получился, поставил город, чтобы гавань много приносила салата, а там рыба все исчезли. Ну, у меня, я не знаю, какой-то все, меньше всех науки, просто. Я надеюсь, что я получу, там вулкан рядом есть. Ну, как он вулкан в трех клетках. Так, за всю зерену на Смадон, на гетахмалку. Ну, такой себе, вот, да, мне просто... Через скотину бою. Я вот даже, наверное, сразу использую. Надо. Плюс один к обзору. Скиф, ты не будешь пересезаренивать комфонку? Я буду, что-то торопишься. Нет, вас спрашивают. Я чувствую, что-то мне страшно. Да, тут, кстати, они действительно... Да, вот, чтобы у меня росло. Но, с другой стороны, места все равно есть. Да, у меня всегда росло, мне кажется, нет? То есть, 46 тепло, и... О, она как накопилась, так и осталась вода. А у тебя, получается, ниже Гонконга есть по четыре болота. У тебя там оленей, железо. И еще оливки. Да. И город. А, там еще один? А то я не вижу. Нет, он скоро будет. Так, скоро. Там 180. Мне тоже нужно расстеляться уже потихоньку. Как-то активно. Да. Оторвем как-то. Не знаю, кто-то. Да. Да. Да, слушай, я смотрю, как-то... Как громко это было. У нас с тобой люкс как-то грустно совсем. Чего грустно? Ну, грустные территории. У люкса вон хотя бы еще производство есть. Какое-то. Да, территория, которая очень грустная. Ой, на 67-й ход имеете 18 промки в дорогах. Да, да. 18 промки. У меня в Бирмингеме 7. Так. 7, у меня тоже 9. У меня 2 города, так, 7 и 9. Так, не надо. У меня в Мерве 4. У тебя еще хотя бы есть тропические леса. Хотя бы можно где-то соседство для кампусов найти. Да, нет, а сейчас у вас нет. Соседство для кампуса это очень большая проблема. Согласен. Ого, ничего себе. Тут кампус будет. Раз, два, три, четыре, пять. На плюс семь. Ничего себе. Где? Да, вот. Это, конечно. Это самое. Те, где Мерве 5 город поставят. Да, и плюс 100. Вот он заявил. Так, выносим. Так, кстати, я только заметил. Стоп, стоп, стоп. Я хотел переключить на стриме. Как вовремя я с тобой союз заключил. Скиф, а какие у тебя союзы еще есть? Ну, если я какой-то заключил. Астек, а ты компонируешь союз. Союз. Скиф, какой у тебя союз уже заключен с Римом? Ну, у меня с ним только этот, экономический союз. Все остальное у меня свободно. Так. Норвежец тогда, может, с тобой экономический? Давай, у меня караваны все к тебе ходят. Да я вижу. У меня караван в Рим ходит через Плимут. Астан. Блин, разрушил тварина. Ладно, у меня будет еще заряд. Починить. Тупые варвары. Как они бесен до сих пор. Из ниоткуда просто появляются. Блин, тут еще вообще уменьшается население. Мне надо вот эту клетку выкупить, получается. Иначе... Все равно уменьшение. Все, нет. Все нормально. А почему у меня за убийство юнита я получил... Усследование у меня открылось. Почему? Люкс, это мне поможешь зачистить варвары? Тяжелая колесница построена. Один ход, а что-то... А, я хотел... Да, давайте мы вот отложим. Я хочу начать квадрилемы строить. Бережье на 5-5 к повыше. А там и сейчас не расплатилось просто. Так, откладываем, откладываем. В плимуте что построилось? Так, тут маяк. Я тебе ремни советую ходить снизу-право, там варвары у меня там... Я, наверное, куплю торговцы с другой стороны мне надо... Ты че? Блин. Арма ниже. А, ну давайте здесь торговцы я построю. Мне надо деньги купить здесь строители. А у американца-то сверху места дофига. Просто заселяйся не хочу. Там такой... Нашел, взял бонус на поселок. В этого века и сейчас будет заселять. Там... Такое. Блин, ты какое... Мне бы такое, я был бы очень рад. Ну, у тебя вон слева от Манчестера, где Буэнос-Айрес. Ну? Что? Много места. Да, много места. То есть мне, во-первых, надо Буэнос-Айрес еще взять, потом туда еще селить. И это место не такое хорошее, как у американца. У американца хорошее место, я понимаю, почему до сих пор не заселено, это возле Кахокею. Я вот по-каку тебе не понимаю, почему. Да, я вот... У меня просто есть поле хорошее. Я его вместе вообще бы Кахокею бы забрал. Да, ему Кахокею надо забирать. Я, видимо, более мир-любил. Тот срывок, который... Да, видите. Ты тут делаешь... Видимо, я 54 культурами, за счет того, что я Нанмадол в Союзу. Я вот тут вверху не заселено, а я... Проблема в том, что Нанмадол может норвежец забрать. Я не знаю, как... Ты ставишь, что рядом с Лешей город, потом у тебя прилетает ядер, хочу с ходов сто. Я как бы... Помнишь, американца, вы заговаривали, что я тебе попаду наверху сидеть? Почему я не пошел туда седу? Я не знаю. Потому что там грусть, тоска просто, грусть на места абсолютно. Почему ты пошел? Я потратил кучу ходов на то, чтобы хуй. Ну, слушай, ты можешь все еще селиться наверху, я пойду селиться там. Если... А где отстык живет? А, кто спрашивает? На Атольцем. Ну, я просто... На Аткореи, сверху от Кореи. А, сверху от Кореи вы... А, простите, а почему ты так любил, а потом... Почему ее не вынесли? А почему я должен выносить, вопрос? Кстати, как ни странно, это все-таки в итоге Пангея, действительно. Но она такая изрезанная, что выглядит, как будто... Семь морей. У меня вопрос, а кто мне хотел выносить? Да все тебя хотят вынести, господи. А я... Тоже мне тает. Тебя никто не любит. Я знаю. Я вас тоже очень сильно люблю. Спасибо. Не за что. А, так тут... Слушайте, я думал, тут дофига варваров, а их не дофига вообще. Можно идти и забирать. А можете напомнить, в каком социнституте лежит карточка на плюс 50 кавалерии... Ну, там, не только требованиям мира и античности, а еще и... Монархия. 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 Велико. Спасибо. Да, божественное право, монархия. А, не торговле. Монархия, кто-то знает, где находится. Я уж сколько-то, не спрашиваю. Сразу за счет до него. Монархия. Сразу опять же, abdomen. Серьезно, так близко. Хотя открою, поставлю Ну тоже хотя бессмысленно немного Так че, Олеж, какой союз ты заключаешь? Давай научный Кинул Так, норвежец кинул экономический Американец кинул культурный Ацтек, мы так не обсудили, а какой союз будем заключать? Взял экономический Ну у меня сейчас скоро появятся Коммерческие районы И я сейчас это буду тогда тебя отправлять Нормально, денежка Начала капать посильнее Блин, точно надо же еще Коммерческие районы Сейчас же сволочь это свалит отсюда Только тут мой юнит появился Который может захватить У меня просто проблема Я вот никак не могу вырастить города Да, от 6 с плюсом У меня 81 город Илеса 87 87 2 до сих пор стоит Как 17 ходов Так что нормально еще Наверное надо уже покупать Я вообще Нифига мне морские традиции сейчас Ну будет больше у меня денег от этого Мне кажется это не особо Я как-то точно похвастался 4 торговых пути Это кстати я Должен выполнить Надо отменить пока Средневековые ярмарки Я их ускорю Вот 2 рынка я точно не сделал Гильдии надо просто своим ходом открывать Здравствуйте, Виктория 8 боевых наземных юнитов Тоже могу В принципе организовать Так, тут у нас находится Трилема, которая будет Обстреливать Мне надо вместе их подвинуть До баланса приплыли ко мне Ааа, вот куда ты Ольве поставил Ну как я и говорил Скир-скир Попер отсюда Ага, и там у нас Забрал бы арму И поставил бы там града Да, там пустые Тайга Там мне не хотят Ну ладно Интересоваться Есть люди Которые хотят Чтобы их обратились Ну а что у тебя за религия Верывание на хоровое Это самое Ну хоровая музыка Про то, что столько же культуры Сколько и вера Ну в принципе Мне мне пофигу Можешь обращать Мне лично тоже Ну Хорошая просто так Типа есть кто-то Вот я Люксу Понятно Мы договорились Что они Вот Просто есть Вот тот Кто будет Сильно против Привет Харальд Суровый Давай дружба О, кто там вылетел Ого Троян 81 наук Крохо У нас кто-то вылетел Да? Под стойк Да, я вылетел Сейчас при подключися А я тебе А я тебе как хотел Уже сразу Оправиться У нас А почему я не могу Отправить ему Союз от стекла Может потому что дружба У вас нету Нет, есть дружба У меня есть только заключить стелку И повод для войны Все Может там тон тебе кинул Небо он еще не вышел Слушайте, а что у нас с акведуками? Что-то я А тут я вообще не могу Кведук строить Нанмадол у него Засоюжен Я только не встретил Одного человека Это плохо Я двух не встретил Сейчас я корейца И остатки Вообще, где живете? У Вавилона И у Скифа Вот сейчас офигенно Приснил ситуацию Справа от меня От Скифи Скиф, я надеюсь Ты не будешь больше Обеселяться на моей стороне А вот Где я Армой Вот это Это единственный Вот В снегах Нет Спасибо Это дот поставил Только из-за чуда Слишком вкусные клетки Там снизу чудо? Ну да Да Эйф я Для У Кюдли Для Кюдли? А че наш хавр Суровый не хочет Дружба Там он Суровый Так У тебя чуть-чуть Сколько союза? Сейчас ход пройдет Будет один Мне единственное Видишь Выручает Что я строю гавань И мне сразу Юнит за это дают Морской Да То есть Мне хоть на это Не надо тратить Я обратил внимание Галеры Растут И растут Ну их всего Четыре Я так понимаю В этом море Не знаю Ну я вообще-то Строил две галеры Чтобы ускориться Как минимум Ну да То есть Шесть У тебя тут Получается Прикольный Местер Галера На Мадола Красиво Ну я Арму Тогда буду Уничтожать Никто же Не против Очень хорошо Блин Коника Моего Побили Нара Против Антикавалерийских Возьму Где там Мой Пусил Бегает Строить Ну вот Так Сомневаюсь Что Так сказать Хотя Никакой Может захватить Рабочего Ладно Не буду Высаживаться О Бесплатный Торговец Е Это Это круто Кстати Да Да Это смешно Вот кто там Чайок пьет И Часи Валюта Там Блин 49 Стало Защитка Города Блин А 8 Да Ё-моё 8 Наземных Юнитов А сколько У меня Я их всего Всего Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть А Значит Еще Одного Надо Кого Мы Сделаем Так Стены Уже Надоело Мне Тут Постоян Строить Чего Во-первых, тебя плохо слышно. Я говорю, если я построю кампус под карточкой бонуса соседства кампуса, он из плюс 2 станет плюс 4? Даст очки и похе за это? Нет, конечно. Я все равно попробую. Блин, торговца. Так, пойдем. Почему сюда вернулся, блин? Ацтек, мы продлеваем дорожку? Запрос скинул. Принял его. Скиф, а у тебя там есть какая-нибудь большая длинная гора? Нет. У меня гор вообще нет. Ты видишь, моя новая. А у кого-нибудь есть? Большая длинная гора, вот что-то. Есть. Это кто? Нет, нет. Я не покажу. Будущий союзник. А, тетстайк? Ну, у тебя я сейчас посмотрю. А где у тебя? Зачем тебе такая гора? Мне нужен один юнит построить. Ну, что я хочу взять себе галиле-углилея? Ты, зачем тебе длинная гора? Ну, ты что ж на круг, круг? Ну, вот я вот. Блок, уж на гора. Ну, 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 я вот и ищу, если. Но, она, ты не просто не пойдешь, короче, ты. Тали? Ну, я вижу здесь одно место. А, нет, у меня есть круглого. В гуле забыл поставить производство. Не успел, но я поставлю сейчас. Да, не скажу. Где гора с пятью клетками? Я здесь. Заинтриговал. Такое есть дело. На, что? О, рим. Го, дрожжи, бог. Наконец-то. Так, что тут у нас? Нету ли где-то рифа тут совершенно случайно? Вообще есть. Вот он. А, тут я не могу. Так, давайте я выкуплю эту клетку, чтобы точно быть в кампусе уверенным. И, наверное, давайте... Что ты говоришь? Кто говорит? Строителя. Кто не искал Корею? От СТГ. Лондон, Брэдфорд Гуль. Давайте из Плимута отправим. Я тебя искал не в той стороне. Американец-то здесь. Торгует 140. Следующим ходом надо будет купить. А, его, видимо, ГГшка вынес. Он, короче, вот, если ты видишь медь, вот он там был. Там был пустой лагерь. Здесь. Так, мне бы кого-то квадриремой убить. Понял, да? Он, кстати, только на соседнюю клетку стреляет. Блин, мне надо порох еще найти. И мне рыцарем кого-нибудь надо убить. Такой дук. Люкс. Я правильно понимаю, что ты вот не будешь селить? Да, все. Блин, я бы еще и колосс построил. Ну, какое у меня все плохо вообще. 103 науки. 103. У меня 37. Просто в три раза. Просто в три раза. Блин, мне нужно правительственную площадь, чтобы Амани докачать. Ну, я, видимо, буду тут ставить. Я не знаю просто больше. Или можно, кстати, вот сюда посадить, а сюда промышленную тогда. Ну, там 13, это он, опять же, прокачал Амани явно. Скиф. Что ты хочешь за инфа? А кто вообще мне подождает информацию? А у меня будет больше. А что мне готов заплатить? Через три хода. Что? Отдай мне все свои града. Нет, я могу предоставить информацию о горя спасти. Да, блин. Ну? Ты прикалываешься просто. Ну, по-первыху, я сам прикруюсь за Галилео Галилея. За первую. Хотя я не очень почему. Отлично, военной инженерии открылась без. Что ты готов за это предложить? Акведука? Ну, он сейчас скажет, я готов сказать, где график. Только я селитры не вижу. А вот она. Кстати, отлично. Такое место у меня тоже. Прямо на него надо город ставить, значит. Где еще селитра? Это селитра мне на фрегаты нужно. О, ладно. Есть место, в котором производство. Горга. О. Наконец-то мы встретились. Все? О, ну давай, давай. Что ты хочешь? А что ты таки можешь мне предложить? Блин, так, да то я селитры, я не... А тут... Я много чего могу предложить. Вопрос заключается... А у норвежца нету селитры, прикол. То есть он не сможет фрегаты делать. А? С тобой вообще встретили. А кто ты? Я американец. Нет. А, ну тогда вот для начала тебе надо меня найти, собственно говоря. Нет. Это вполне проблемно, но ладно. Это возможно. Вот, это первый шаг. А потом, ну, я подумал бы. Смотрю, что ты можешь ждать. Вообще говоря, я туда различком куда-то. А, ты счет строителя. Какая-то неправильная полка. Кстати, а вот по поводу мы обсуждали, когда искали игру вот этому, когда с, типа, режимом смотрящим, ну, один смотрел, а все играли как бы. Наблюдал, комментировал, Леша хотел. Вопрос, там был мод с этим, с один город всего. Будет такая тема возможная? Мне кажется, неинтересно одним модом, одним городом играть в шестерке. Да и в пятерке после Brave New World тоже не особо. Я недавно читал, как чувак сумел купить вообще без городов. Ну, это, знаешь, такое использование всяких эксплойтов. Ну, мне надо заметить, что пятерку очень сильно не нравилось тем, что я люблю как раз расселяться. Там это было очень сложно делать. Ну, это было возможно, я вот так не учился. Я тоже. Три-пять городов было очень хорошо играть, а больше. Когда вторство больше четырех-то не надо делать, если сейчас родился. Да. Слушайте, а где? Не так весело, по-моему. Аквапаркинг. Весело, вот, что в этом плане хорошо, ты можешь спокойно играть в сотные перины, но при этом широко тебе тоже никто не мешает делать, это тоже довольно просто. Да, надо ученичество, у нас производство. Не-не-не, вон, Леша, Мареша же видел, что он за Майя играл. Что? Ну, какой-то... Ты в Бадово видел, это за Майя играл. Да, да, при данном моменте Майя лидировал, анализировал по цифрам, все равно было неплохо с этим городами. Но если бы он не вынес грека соседнего, то, опять же, он отнялся. Тем временем у Рима, у него 12 сочков. Это, конечно, не 45 корейские, но 45 я подозреваю, что он читает. Ну, у Рима соседи Америка и Скифы вполне сильнее в цивилизации. Я всего один... Это я всего один раз прочел? Ребят, мы пропускаем великих людей или нет? Нет. Америка, ты находила Нанмадол? Америка? Да, я находил Нанмадол, я только не очень к ней делал. Час. Слушай, Рим, у тебя вот там скаут внизу в тундрах бегает. Там есть какие-нибудь варвары? Не видел. Мне под квадрилемой кого-нибудь убить. И... У меня что-то забагалось. У меня горит, ее не ждет приказа, но я не могу нажать. Какие-то новые приколы? Может быть, просто сетка вылагает? Ну, все. Надо было Shift-Enter поражать, а потом только обратно. У меня сейчас в Вашингтоне строится промка на плюс 6. Круто тебе. Да, но я хотел театралку. Мискликнул? Нет, я просто посмотрел на свои 17 производства в городе и понял, что промка на плюс 6 возникнет. Блин, мне надо... Вот, чтобы союзы давали бонус к... Так, в следующем ходе я, вроде, Нанмадол должен пересоюзить опять. Ну, хватит, получается. О, плюс 3 всех боевых морских юнитов, неплохо. Тебя очень плохо слышно, Люкс. Что случилось? Я говорю, режиму игры с рандомными техами, однозначно, да, пожалуйста. Да, 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 да. Ядерному миру! Нет, нет, нет! Что там, солнечному свету? Нет, рандомным техам! Да, да, да. А кто-то будет еще завтра играть в середине дня? Я не смысл. Что сделать, рыцаря, не сделать? Да. Драген, я туда уже не поставлю. Так, тут нету варваров. Ладно, на реку. Так, надо торговца еще купить. Там уже твоя лояльность сильно давит. Так, из Лондона есть, из Брэдфорда есть, из Бирмингема нету. Давайте из Бирмингема купим. Называется. Губернатора. Воу, воу, а что так уже заканчивается век? Нифига себе. Ну да, сказал человек, у которого 106 науки. Я, между прочим, по техам-то, по-моему, не впереди. Нет, недалеко впереди. У меня-то, у меня очень много озарения открыто. Благодаря тому, что я есть. Ну что, колосс может попробовать? Или все-таки кампус надо? Ну, Катя, вот тут мы, например... А, зачем тебе столько военки, скажи, пожалуйста. Я тебе еще раз говорю, мне каждая гавань дает флот. Просто. Я знаю. Ну не издевайся над ним, пожалуйста. Мне кажется, у него городов столько нет, сколько военки сейчас. Вот-вот. У меня 7 городов. Подождите, у меня 7 городов. Военки 500 почти. И она продолжает расти. Да. Ты думаешь, почему у меня стало 460? Я просто смотрю на галереи, которые в моем фьорде плавают. По деревенам. Вот-вот. Я надеюсь, что это охрана торговых путей, потому что у нас торговля с Алексеем. Да блин, да... Посмотрите, у норвежца 85 науки, у скифа 72, у меня 44. Сейчас я приду и вынесу вас. Да, ну страшно же. Нет, нет, просто стремно на твои военки. Кто не говорит, что ты там лидируешь, надо почти объединяться. Просто стремно. Я сейчас... Ну если не верите, я вам повторяю, это именно с гаваней. Просто построил гавань, мне дали кораблик. Построил гавань, дали кораблик. Блин, или мавзолей. Не, ну мавзолей, если строить, то в этом, в Брэдфорде. Я бы, конечно, кампус строил, но я пока не могу эту клетку выкупить. Ладно, давайте тогда начнем колосс. А там не строят ли его? Ну у меня тот же вопрос. Строят. У меня есть элитра. Я думаю, он раньше построит, у него производство до хрена просто. Вопрос, где элитра. Да ё-моё! Зал для приемов. Я могу подсказать. Но, кстати, я и не согласен, что с элитрой есть. Давайте трон вожди. А не получать элитровый юнт, идет просто картография. А я без элитрового карта. Я бы рад только Буэнос-Айрес захватывать с другой стороны. Блин. Я читал, ты делаешь эту картографию, и вам с элитровый юнт. Хватит. Всё за чехол. Это теперь уже не актуально без элитрового карта. А вот, кстати, интересно. Есть осадная тактика, которую для ускорения нужно создать две бомбарды. Вот, как бы, может так случиться, что эта тактика будет сильная раньше? Ну, сейчас так и происходит. Ну, чтобы открыть бомбарды, получили эти элитры, это нужно, чтобы открыть её, нужно два арбалетчика. Арбалетчики, допустим, уже почти 50, наверное, открыли. Ну, да, ну, ты построи их сначала. Вопрос в другом. Бомбарды дальше, чем вот эта... Да, да, да. Чемосадная тактика. Соответственно, её ты никак не ускоришь. В смысле? Нет. Ой. Чего-то мосадная тактика ускоряется двумя бомбардами. Блин, американец, что тут за варвары у тебя под Сан-Франциско? Литьё ты открываешь, получается, два арбалетчика нужно. Получается, у тебя идёт картография, потом литьё, а выше идёт осадная тактика. Получается, ты открываешь литьё сначала, и потом уже занимаешься осадной тактикой. И тут ускоряешься в любом случае. Тут нету ложных, это слишком сложно. Всё. Так, недорос, алисун послу, давайте. Что-то хорошее. Меня, в принципе, всё устраивает, я заселяюсь, нехорошо. У меня плывут мои вселенцы. Ну... Я майкоп вижу в эту... Сихо. У тебя очень хороший город этот, кстати, получился. Блин, а где ещё счастье взять? Я хотел построить Колизей, но, видимо, это Корги не сделала, я бы прошёл, думаю. Нет, не я. Это Мивам. Нам с тобой точно надо в аквапарке идти. А вот... Ну, это вот генерация. Ну, как можно сделать пять цивилизаций на одном континенте? Ну, и вот как торговать ресурсами? У нас тут три цивилизации, как минимум, поместилось вместе с Ацтеком. То есть пять там у вас? И сколько-то... Это у нас пять, и у вас там сколько-то? Как там наосьмерых? А чё у всех-то с малой ресурсами? Я смотрю, у корейца Ацтека там вообще ничем поделать. Мне вот на Венде надо ставить города. Тут вообще только сплошная Северная Америка, просто Северная Америка сплошняком. Северная Америка, вот на Венде тут... Ну, я их когда ещё поставлю, понимаете? То есть это способность... Первый город на другом континенте, вы получаете бесплатный юнит ближнего боя. Это вообще вряд ли как-нибудь сработает. Хорош, старт сгореть. Жизнь на другую, плюс 100% производства военных инженеров, военных инженеров, плюс два заряда, здание повышающее, произведение теперь достаточного энергетика, плюс четыре. А, ну слушайте, мне надо в электричество идти и эти строить. Да блин, мне и верфи надо. Она сейчас выйдет в юнитов и отобьет. Нет, вот сейчас начался ход. Так. А, короче, смотрю, у меня на лагере снились жизни и очки думаю, всё, на меня норвежец напал. Нет наводнения. Я уже это самый сквозь. Да, я тоже потом в своем присутствии, знаешь, первая реакция, что у меня армии почти нет. Ну, привет. А вот интересно. Сейчас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...